Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов – автономная некоммерческая организация. Учреждена она была указом президента Российской Федерации в 2011 году. Ее главная цель – создание благоприятного инвестиционного климата в регионах России и поддержка молодых лидеров. За несколько лет работы агентства страна получила около 60 миллиардов рублей инвестиций. На очереди Крым. Работа на полуострове уже началась. Пока что на бюрократическом уровне. Агентство сейчас как раз обучило региональные команды администрации Крымского федерального округа. Мы коллег снабдили лучшими российскими практиками в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса, в части оказания услуг предпринимателям в сфере строительства, энергетики и регистрации предприятий. Мы активно сейчас с коллегами будем работать в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. По словам крымских властей, для полуострова предусмотрены налоговые льготы на инвестиционные проекты. К примеру, если реализация плана стоит менее 100 миллионов рублей, его не будут рассматривать на экспертном совете. Сейчас идут переговоры с зарубежными компаниями, готовыми вкладывать деньги в развитие полуострова. Я не готов назвать сейчас конкретные фамилии компаний, просто потому что именно крупных компаний, просто потому что еще идет переговорный процесс. Могу лишь сказать по географии, это итальянские компании, это израильские компании, это южнокорейские компании. Это те, с кем мы конкретно ведем проработку проекта. Это промышленность. Говорили в основном о региональном инвестиционном стандарте. Это 15 главных требований по работе с инвесторами. В процесс внедрения стандарта включены уже 85 субъектов Российской Федерации. Сформировано столько же рабочих групп. Дело это непростое, говорят в агентстве. Разработан специальный регламент. Иногда приходится прибегать к услугам так называемых тайных инвесторов. Приезжали в некую область, пытались связаться с министерством, со специализированной организацией по своему проекту. Далее назначали встречу, смотрели инвестиционные площадки, смотрели, как происходит коммуникация, насколько исполнительные органы власти открыты, насколько они предоставляют долгую информацию, достоверную информацию. И в итоге, по результатам контроля закупки, мы каждый раз получали достаточно объемный отчет, который фиксировал весь процесс взаимодействия, включая, не знаю, чашку кофе предложили или нет. Участники форума, представители деловых кругов Крыма и местных властей приехали на заседание и гости из Севастополя. Говорят, рабочая группа правительства сейчас старается выполнять требования регионального инвестиционного стандарта. Ее участники на пути создания корпорации развития Севастополя. Для инициаторов проекта будет создавать благоприятные условия по всей документации, так называемый принцип одного окна. Помогать управлять крупными проектами в городе Севастополе. Затем участники заседания уже в режиме круглого стола обсудили дорожную карту внедрения стандарта и выделили главные проблемы туристической отрасли полуострова. Отметили, работа в этой сфере – непочатый край. Но говорят, главное, что старт уже дан. При грамотном инвестировании Крым станет привлекать все больше и больше отдыхающих. Анастасия Шульга, Виталий Козловский. Программа «Наше время».